Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и сегодня тема лекции видеоролика следующая. Астма – это любое проявление удушливого состояния человека. Когда человеку, допустим, удушающее состояние, произошел спазм, и человек не может что? Полной грудью вдыхнуть, либо не может, скажем так, выдохнуть. В общем, процесс этот нарушен и спазмирован, и у человека появляется астма. По-другому можно сказать так, что энергия меридиана легких поднялась вверх и заблокировалась именно вот здесь вот. У человека произошел блок, но здесь я хотел бы подчеркнуть и сказать, что не только здесь у нас меридиан легких протекает. Здесь же есть у нас и меридиан почек, и меридиан желудка, и меридиан желчного пузыря проходит, и меридиан печени. Вот мы уже сколько назвали меридианом. Меридиан тройного обогревателя, толстого кишечника. То есть эта астма проявляется не только за одного меридиана. Практически из своей практической деятельности могу сказать такие слова, что астма – это проявление, когда воспаляются все 12 меридианов, либо большинство меридианов, где-то не меньше 7-6 меридианов. Энергия поднимается вверх и блокируется, и выйти она не может. Вот тогда нужно массажировать точку P5-CZ. И здесь, хотелось бы подчеркнуть и сказать, здесь нужно длительный массаж точек P5. Длительный. Почему? Потому что нужно успокоить эту энергию, успокоить меридиан легких, успокоить другие меридианы, чтобы энергия спокойно вышла. Не думайте, что быстрое, скоротечное, скажем так, движение на точку P5 успокоит астму. Нет. Здесь нужна продолжительная работа с точкой P5-CZ. И здесь хотелось бы сказать, что, пожалуйста, не бросайте работать с этой точкой, а работайте с ней, массажируйте ее. Почему? Она вырабатывает иммунитет против астмы. Но так как астма – это тяжелое заболевание, помните, разумнее сделать диагностику 12 меридианов, дабы знать, откуда приходит астма. Но если вы этого не знаете, это не значит, что мы не будем массажировать данную точку, либо работать с ней. Нет. Знакомьтесь, находите ее и живите, учитесь с ней. И она вам будет в помощь. Спасибо за внимание.